МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Корреспонденты Амурской службы новостей вновь подготовили для вас только самые важные и интересные факты из жизни при Амуре. В студии Андрей Добрый. Здравствуйте. И коротко о главных темах выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красиво и вкусно, но не по карману. Экономисты по всей России говорят о сжатии спроса потребителей. Чтобы привлечь ее внимание, нужно совсем немного. Смышленая и усидчивая Виолетта в рубрике «Открытая ладонь». Назвать это общежитие обычным вряд ли удастся. Ведь его жители – это звери. О жизни обитателей и эколога биологического центра расскажем в рубрике «Все как у людей». Вернулись к рубежам критических значений. Такими словами отреагировали в Высшей школе экономики на результаты последних исследований Росстата. Доходы населения напрямую связаны с развитием предпринимательства. Задержки и сокращение зарплат, как снежный ком, вызвали в экономике очередную ступень спада. Под удар попали владельцы небольших продуктовых магазинов. Зарубежные законы экономики, гласящие потребитель в период кризиса сократит все расходы, кроме питания, не сработали в нашей стране. Славосочетания стагнации предпринимательства и сжатия спроса оказались не такими уж безобидными, по крайней мере, для Амурской области. Вот она наша колбаска. Холодильник полный, никуда она отсюда не исчезает. Если дело пойдет так и дальше, Екатерине придется заказывать мясной продукции куда меньше. Даже бюджетные варианты колбас не пользуются спросом. Покупают самое дешевое – заморозку, ну, к примеру, там, те же шеи и голову, потому что это дешево, и люди себе это на данной этапе могут позволить единственное, наверное. Поэтому другие продукты, ну, как бы тушенка, банки, допустим, что касается каких-нибудь соусов, которые раньше хорошо приобретали, они, к сожалению, на полках, ну, подзависли маленечко. На продажу макарон особо не заработаешь. Единственное, на что спрос не упал – пиво и сигареты. Видимо, по словам Екатерины, горожане запивают горе. Кошельки покупателей стали заметно тоньше. В магазине пусто, продавцы пересчитывают скудную наличность в кассе. Ароматные бананы, нектарины, персики – по словам Акмена, товар ходовой. Овощи и фрукты должны быть в рационе питания. Это залог здоровья. Однако, не залог большой выручки. Горожане стали экономить на самом главном. Вскоре придется и Акмену потуже затянуть пояс. Недавно мы тоже вышли в торговых местах, посмотреть, как у них торговля. Ну, у них тоже, оказывается, как у нас, не очень. Растущие цены поставщиков, снижение доходов покупателей и, как следствие, торможение активности предпринимателей. Экономисты называют подобное положение дел сжатием спроса. Оборот розничной торговли по России с января по август 2015 года сократился больше, чем на 8%. В Союзе предпринимателей рассказывают, точных данных о сжатии спроса в Амурской области пока нет. Зато уже проявился отдаленный эффект падения спроса. И отразился он на работе фирм с продуктами питания, никак не связанными. Определенным показателем того, что и предпринимательская активность снижается, является то, что появилось достаточно много свободных площадей баннерной рекламы на улицах. Наружная реклама уменьшилась. Одно цепляется за другое. По статистике Росстата, факторами, мешающими развитию, владельцы розничных магазинов назвали недостаточный спрос, высокие налоги, дефицит собственных средств, необходимых для закупки продукции. Завершается список чаяний предпринимателей высокими процентными ставками по кредитам. Наталья Унчикова, Виктор Швецов, Амурская служба новостей. С громким заявлением накануне выступил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. По его словам, региональные власти и ряда субъектов намеренно доводили ситуацию с пожарами до масштабов режима ЧАЭС. По мнению вице-премьера, регионы хотели возложить всю ответственность на федеральные власти. Среди этой массы есть и преступный умысел. Когда предпринимаются попытки скрыть следы незаконной вырубки лесов или, наоборот, сжечь лес, чтобы его затем вырубить. Но в большинстве случаев это неумышленные действия, сводящиеся к подпаливанию травы и разжиганию костров. Как заявил Дмитрий Рогозин, случившиеся огненные катастрофы можно было предотвратить и раньше, а также более четко информировать население. Напомним, от пожаров весной этого года пострадала Хакасия. 34 погибших и более 7 тысяч пострадавших. Летом стихия бушевала в Забайкалье и Бурятии. Не обошли стороной пожары и Амурскую область, максимально затронув север региона. Режим ЧС при Амуре вводили два раза. Впрочем, по данным мониторинга, на северо-западе нашей области также действуют термоточки. А крупные пожары добрались до лесов соседней Якутии. Дом заселили еще не полностью, а он уже буквально рушится. В одном из домов в Тынде, в микрорайоне Таежный, обвалился потолок. Но это не единственная проблема. Причиной этому стал порыв трубы. Подробности этого ЧП стали известны и редакции Амурской службы новостей. Курю льется, водопад кипятка, рушится потолок. ЧП местного масштаба случилось в Таежном еще 22 сентября. В одной из квартир на втором этаже прорвало трубу. Такого натиска не выдержал потолок квартиры ниже этажом. Сначала упала люстра, затем не выдержал и гипсокартон на потолке. Пока жители разбирались, что-то как, прошло два часа, сантехник не приехал. Пришлось вызывать соседа сверху, который еще не переехал в эту квартиру, но уже получил жилье там. Когда появился сосед, он кинулся голыми руками перекрывать воду в батарее. Получил ожоги обеих кистей. Хозяйка пострадавшей квартиры, пенсионерка Раиса Вахитова в это время находилась дома одна. Уже позже на место смогла приехать и ее дочь. Сейчас Гульнас Вахитова отправила свою маму в санаторий, произошедшее оставило женщину в шоке. Впрочем, шокирована оказалась и сама Гульнас. После того, какой вариант решения проблемы ей предложили власти. Диван этот разбух, который был, подставка по телевизор разбуха, шкаф тоже весь разбух. Во-первых, носить нечего, а во-вторых, я просто говорю, идите сами туда, я туда уже не пойду. В этой квартире семья Вахитовых успела пожить всего полтора месяца. Сейчас женщина надеется добиться получения маневренного жилья. Если понадобится, придется обращаться и в прокуратуру. Пока же администрация города смогла выявить корень проблемы. Комиссией в составе администрации города Тынды, в составе государственного казенного учреждения «Строитель» и управляющей компанией «Североэнергосервис» было проведено обследование на предмет уточнения, почему произошла данная аварийная ситуация. Выяснили, что аварийная ситуация произошла по причине брака регулятора теплоснабжения именно в самой квартире. Тем временем ремонтировать дом будет компания «Бурея Газстрой». Жилье еще находится на гарантии. А пока жильцы сомневаются в надежности всех домов в микрорайоне. Ирина Пономаренко, Любовь Ломака, Амурская служба новостей. Инспекторам Амурского госстроенадзора вполне возможно придется отвечать по двум статьям Уголовного кодекса за служебный подлог и халатность. Именно они приняли в эксплуатацию дом, который, как показала экспертиза, проведенная в марте этого года, не соответствовал нормам и угрожал жизни жильцов. Новостройку с плесенью и трещинами в стенах приняли в эксплуатацию три года назад. В прокуратуру обратился председатель того самого злополучного дома по адресу улица Строитель 68 Максим Лубинский. До этого жильцы уже выиграли суд, по решению которого компания-застройщик обязана устранить все недочеты до 1 ноября. Стоимость ремонта суд оценил в 44 миллиона 813 тысяч рублей. Однако, по словам председателя Совета дома, никакие ремонтные работы даже не начинались. Как объясняют эксперты, привлечь к уголовному наказанию лиц, ответственных за принятие дома, теоретически возможно. Обычно недоделанные либо плохо возведенные дома принимаются в эксплуатацию за вознаграждение, то есть имеет место банальное получение взятки. Основной сложностью привлечения к ответственности по данной статье является необходимость проведения оперативных мероприятий, которые, как правило, будут проводиться, если о вымогательстве взятки заявят лицо, которому нужно разрешение на ввод в эксплуатацию. Недобросовестный застройщик в этом, как правило, не заинтересован. Между тем, по неофициальной информации, счета фирмы Хуасин на данный момент арестованы. С должность компании превышает 20 миллионов рублей. Амурская служба новостей попросила Амурское управление судебных приставов прокомментировать эту информацию в официальном запросе. В Амурской области провели проверку состояния квартир детей-сирот. Как выяснилось, в четырех районах Преамурия, а именно в Магдагачинском, Белогорском, Михайловском и Ивановском, сирот расселили в малопригодные для жизни квартиры. К 12 октября по всем нарушениям будет предоставлен сводный отчет, а виновных привлекут к административной ответственности. С проблемой жилья к властям обратила жительница Магдагачинского района. По словам женщины, ее родственница-сирота, получив жилье, обнаружила, что квартира находится в неудовлетворительном состоянии. Теперь все выявленные нарушения устраняет за свой счет начальник управления образования поселка Магдагачи. По словам заместителя председателя правительства области Олега Гумюника, прокуратурой проводится следственная проверка по данному случаю. Уже после этого власти области поручили пересмотреть реестр приобретенного жилья. Всего для детей-сирот властями было закуплено 187 квартир. В этом году для покупки квартир для этой категории граждан из областного бюджета выделили 93 миллиона рублей. Еще 142 миллиона из федерального. Ее имя в переводе с латинского означает «фиалка». Героиня нашей постоянной рубрики «Открытая ладонь» и вправду очень хрупкая и нежная, как цветок. Но, как и многие воспитанники дома ребенка, она осталась социальной сиротой. С маленькой Виолеттой мы познакомим вас прямо сейчас. Виолетта из младшей группы пришла совсем недавно. Сейчас постепенно адаптируется к новому для нее миру, побольше и новым в ее жизни людям. Привлечь ее внимание несложно, девочке интересно все. У девочки, как и у многих воспитанников дома ребенка, отставание в развитии. Всю сознательную и несознательную беременность биологическая мать Виолетты больше внимания уделяла алкоголю, а не будущему ребенку. Вернуть желание жить, даже ребенку трехмесячному, который в утробе матери уже испытал очень много неблаговырятных факторов, это непросто. И у нас весь коллектив дома ребенка над этим работает. Где Мишка? Где ты звенит? Пойдем Мишку поиси. Успехами Виолетты здесь гордятся. А ведь девочка действительно делает успехи, вопреки своим болезням. Она понимает, вот ей покажешь по образцу, она выполняет, делает. Ну, я думаю, результат будет хороший. Мы надеемся на это. Вито очень внимательная и усидчивая. Спокойная, не капризная. Хоть и любит играть одна, очень ценит внимание к себе. Виолетта сама пока не может сказать, что хочет домой или к маме. Но, как и любому ребенку в этом мире, мама ей очень нужна. Ольга Мироненко, Дмитрий Тарасов, Амурская служба новостей. В этом общежитии уживаются вместе десятки усатых, хвостатых и пернатых. Речь идет об эколого-биологическом центре. Чтобы жизнь животных под одной крышей была максимально удобной, соседям выбирают с похожим темпераментом и режимом сна. Ведь хоть они и животные, у них все как у людей. В этой большой квартире жилплощадь делят самые разнообразные животные. И хотя сейчас соседство друг с другом их вполне устраивает, так было не всегда. На сути у нас сидели в одной клетке. Когда подросли, так как они у нас одного пола, они два мальчика, стали взрослые драться, нам пришлось освободить клетку и рассадить их. Соответственно, других животных пришлось скомпоновать, скажем так, поближе. Носухи жители серьезные, настоящие хозяева своей территории. И соседи они недолюбливают. Из-за своего характера носухи доставляли массу неудобств беззаботным маленьким попугаем. Поэтому их квартиры пришлось отделить сплошной стенкой. Многие животные в зоообщежитие вынуждены были переехать из других квартир. Поэтому к такому количеству соседей они привыкли не сразу. Даже вот безобидные чудные кролики вынуждены сидеть каждый в своей клетке, потому что вместе не уживаются, дерутся. Также ведут себя и ежики, и многие грызуны. Харьки, к примеру, веселой компании предпочитают одиночество. Поэтому комнаты у них многоярусные, у каждого своя. Но в общежитии живут и семейные пары, и многодетные мамы с детьми. Помимо этого, животных по комнатам расселяют с учетом их режима сна, чтобы буйные зверьки не будили по ночам спящих соседей. Допустим, если те же харьки, мы положили им вечером мясо, они не едят его, мы уходим, они спят. А утром приходишь, уже ничего нет. То есть съедается всю ночь. Они вышли на охоту, скажем так, в ночь. То же самое и шиншиллы. Они очень активны ночью. И если вот то, что днем мы им положили, там еду или какие-то там палочки, чтобы поиграть, утром приходим, это все вокруг раскидано, разбросано. То есть видно, что животные ночью бегали, делали зарядку. Самые большие номера люкс занимают, конечно же, обезьяны – Леша и Ника. Свои квадратные метры эти звери ни с кем делить не привыкли. Поэтому специально для них выделили отдельные просторные комнаты. Несмотря на то, что все обитатели эколого-биологического центра животные разнохарактерны, к соседству друг друга они уже привыкли. И хотя бывают среди жителей этого своеобразного общежития мелкие ссоры, они быстро забываются. Диана Лащенко, Антон Максимов, Амурская служба новостей. Это все, что мы успели рассказать вам к данной минуте. Смотрите выпуски Амурской службы новостей на телеканале «Свой», слушайте на радиостанциях «Русское радио», «Европа плюс» и «Шансон», а также читайте на портале asn24.ru. Всего вам доброго и будьте добрее. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин